Ну что, всем привет! С вами Александр Котин, сегодня среда и мой обзор для канала АМАРКЕТС. Расскажу о том, что я вижу на финансовых рынках, какие есть возможности. Начнем мы традиционно с евро-доллара. Я смотрю, что под предыдущим моим роликом нет вопросов, либо есть те, на которые я уже ответил, прямо там в комментариях. Поэтому давайте начнем. И если у вас появятся вопросы, пишите их в комментариях под видео. Если вопрос будет требовать какого-то большого развернутого ответа, то скорее всего я на него отвечу в следующем видео, которое будет через две недели. Напомню, что мои ролики на канале АМАРКЕТС выходят один раз в две недели по средам. Давайте начнем с евро-доллара. Обратим внимание на то, что происходит на дневном графике. Это явно какая-то сложная коррекция, которая рано или поздно закончится. И на мой взгляд мы можем дальше просто пойти по тренду. Если пытаться считать волны внутри этой коррекции, то это выглядит как А, Б, С, Д. Соответственно, волна Е. Очень вероятно развитие продаж. Но также может быть какое-то здесь удлинение в последнем движении. Поэтому рынок нестабильный. Я советую здесь вести себя крайне аккуратно. В принципе, я так и делаю. Пока у меня нет открытых сделок по евро-доллару, вчера в своем телеграм-канале я публиковал сделку, которую совершал с 10-минутного графика по сигналу фрактала с низким риском. Хотя обычно я захожу с дивергентного бара. Фракталы торгуют крайне редко, потому что они могут торговаться только в одном случае, если есть первая и вторая волна, то есть где мы можем пойти на прорыв первой волны и поставить стоп за минимум второй волны какого-то импульса. Поэтому по евро вполне возможно, что могут прийти продажи, но есть вариант еще с удлинением и обновлением максимума в последнем движении. Поэтому аккуратно. Фонд-доллар я рассматриваю в продажу по причине того, что в дневном графике очень вероятно, что у нас 1, 2, 3, то есть третья волна. И возможно развитие пятой волны вниз, а возможно импульс идет его коррекция. Здесь это не особо принципиально, потому что в таких долгосрочных масштабах, скорее всего, я торговать не буду, а зайду и посмотрю, что происходит, например, в четырех часах. И в четырех часах эта конструкция выглядит как 1, 2, 3 и 4. Поэтому в данном случае есть вариант входа в пятую волну. И потенциал обновления минимума, который был образован 18 мая. Поэтому в данном случае я поставил ордер на продажу с коротким стопом, с достаточно высоким потенциалом. Наблюдаю за тем, что будет происходить. То, что мы видим во внутридневном масштабе, скорее всего, это завершившийся EBC паттерн. И вполне есть волна 1, 2, а 1, 2 уже вниз. Поэтому я пробую здесь выставить ордер и позволить рынку меня открыть. Идем дальше. Швейцарский франк очень походит на то, что мы видим на евро, только, естественно, в перевернутом варианте. Тут также сложная коррекция, разрешение которой, я думаю, может происходить вверх. После того, как она закончится, я считаю, что возможно развитие восходящего импульса. То есть, возможно, это первая, вторая, возможно, АБ в какой-то сложной коррекции и очередной виток очередного зигзага вверх. Поэтому тут точек входа сложно будет найти. И, скорее всего, мы просто пойдем к другому инструменту. Доллар-иена. На мой взгляд, здесь был импульс вверх. Он корректировался волнами А, Б и С. И после этого на 4-х часах видно хорошо развитие 1, 2, 3, 4, вот 5. То есть, импульсной волны. Здесь еще не было дивергенции внутри пятой волны. Поэтому я бы присмотрелся к внутридневным возможностям торговли. То есть, я рассматриваю это как А, Б и, возможно, появление волны С. И входить на покупку я буду только после зацепа минимума волны А. И формирования пятиволнового паттерна внутри волны С. Вот такой вариант очень был бы интересен, потому что потенциал у него будет до обновления максимума. Бывает такое, что волна С не цепляет минимум волны А. Поэтому такие варианты просто я не беру в торговлю. То есть, я жду, пока рынок самоорганизуется. И у меня будет точка входа с низким риском и высоким потенциалом. Дальше что? Австралийский доллар. Если мы посмотрим дневной график, то в настоящий момент времени, скорее всего, здесь у нас примерно должна до неденья 12 часов взять. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 в третьей волне. 4, вероятно, плоская какая-то коррекция, либо какая-то сложная. 5, обновляет максимум. Но, вероятно, 5 еще не закончена внутри. И в ней была только, получается, 1, 2, 3, 4. И, скорее всего, мы еще увидим обновление максимума. А вот после этого не исключено развитие коррекции всего импульса. Хотя австралийский доллар очень любит удлиняться. То есть, делать такие вот движения ступеньками, которые могут так долго-долго очень длиться. Поэтому в таких паттернах можно торговать, разумеется, опять же, с завершения волны С. И заходить в новый импульс, таким образом получая точку входа с низким риском и высоким потенциалом. Новозеландский доллар. На мой взгляд, выглядит примерно так же, как австралийский. Здесь был импульс, здесь был ABC паттерн, здесь был хороший сигнал, кстати, на вход. Правда, он был ночью, поэтому я не смог его взять, чисто физически. И развитие идет либо нового импульса вверх, либо пятой волны внутри восходящего движения, которое мы видим в 12 часах. Очень возможно, что это могла быть у нас первая, вторая, и мы можем оказаться в какой-то третьей волне. Поэтому я бы присмотрелся к тому, как будет этот локальный импульс корректироваться и каким образом мы сможем найти точки входа в новые покупки. Канадский доллар, если посмотреть его с точки зрения дневного графика, то, возможно, это А и Б, потому что для волны Б, для волны Б, для нее характерно постоянное пересечение линий баланса, если она принимает вариант сложной коррекционной структуры. Что, в принципе, на мой взгляд, здесь так и было. То есть вот мы видим импульсную волну внутри волны А, потом у нас идет нечто А, Б, С, Д и Е, то бишь некая треугольная коррекция, и потом пошел новый импульс. То есть при обновлении минимума волны А не исключено, что здесь могут произойти завершения, и мы сможем увидеть какой-то рост. Но пока этого не случилось, об этом говорить, естественно, рано. Поэтому мы можем оставаться во внутридневных структурах, то есть 1, 2, 3, вот четвертая, а в четвертой только волна А. Поэтому при зацепе максимума волны А я бы рассмотрел отсюда продажу с потенциалом до обновления минимума. Дальше что? Золото. Золото, на мой взгляд, 1, 2, 3, 4, 5, это завершение какой-то вот всей волны со сложной четвертой волной, то есть где-то 1, 2, 3, 4, и вот 5. Причем хорошо эту структуру будет видно либо в 12 часах, либо в дневном графике. В 12 часах хорошо видно вот 1, 2, 3, вот это 4, вот это 5. Сама же вся эта волна является первой, второй, вот третьей волной. Поэтому здесь я бы говорил о дальнейшем росте, а во внутридневных масштабах рассматривал бы обновление максимума от 18 мая и завершение вот этого цикла 5-волнового. Поэтому если вы торгуете внутри дня, не исключено, что можно присмотреться к тому, что происходит, например, на минутах в 10, в 15, 1, 2, 3, 4, 5. И с коррекцией этого импульса, я думаю, что можно присмотреться к покупкам. Серебро также у нас растет. Первая, вторая, вот мы оказались в некой третьей волне. Это видно на 12 часах, это видно на дневном графике. У серебра может быть достаточно большой потенциал, при условии, что вот все, что у нас вот здесь происходит, не уйдет обратно внутрь вот этого диапазона. Поэтому пока это, конечно, говорить об этом рано, но надо посмотреть недельный график, надо посмотреть, точнее, просмотреть дневной график, посмотреть часа 4, что здесь происходит, и ориентироваться на сигналы на покупку с коррекцией, если вдруг вам серебро интересно. S&P 500, на мой взгляд, здесь 1, 2, 3, 4, 5, это импульсная волна вверх. Чем она является, мы увидим позже. Это может быть либо первая, либо волна А, допустим, в какой-то большой волне B. Потому что если, вот здесь есть один вопрос, если эта тройка вниз была только волной А, то, соответственно, она может корректироваться вплоть до ее основания, и после этого мы можем еще увидеть волну С. То есть, соответственно, волной B она может корректироваться, А, Б, С, это внутренности, уже могут быть волны B. Либо это может быть новый рост какой-то вверх, соответственно, в этом случае мы можем оказаться в новом тренде и уже пойти обновлять вот эти максимумы. Это не особо принципиально. Принципиально то, как здесь заходить. По той же простой причине, что, ну, либо как торговать этот рынок, то есть под него надо подстраиваться. В данном случае я бы обратил внимание на 12 часов, 1, 2, 3, 4, 5. Вот А, Б, С, коррекция, достаточно короткая, плоская коррекция. Есть вариант продолжения этой коррекции в виде какой-то сложной коррекционной структуры. Но, на мой взгляд, вот на часовике был сигнал покупки, вот 1, 2, 3, 4, вот пятую волну с вероятностью обновления вот этого максимума. То есть сигнал был с коротким стопом, опять же он был, получается, ночью. Зайти здесь не удалось. Если уходить еще внутри дня, то можно с отката вот этой вот первой волны локальной попробовать найти точки входа на покупку и отработать уже третью волну, этой пятой волны часового масштаба. Биткоин, на мой взгляд, формирует сложную коррекцию на недельном графике. А, Б, С, вероятно, Д, вопрос, и волны Е тут еще не было. Очень может быть, что мы можем прийти вот к этому низу. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что текущая тройка, вот эта А, Б, С, она, скорее всего, не закончилась. Внутри волны С еще не было пятой волны. Вот после обновления максимума, который был 8 мая, я думаю, что эта структура, она может завершиться, и мы можем увидеть какие-то продажи. Но, скорее всего, продажи без обновления минимумов от марта этого года. Вот поэтому за биткоином я бы последил, понаблюдал бы за тем, что здесь будет происходить. Но, опять же, я не любитель торговать развороты, а для меня это будет вход в разворот. Поэтому я бы дождался уже какой-то волны вниз, и с ее отката бы прошел в продажи. Нефть марки Brent на недельном графике говорили о том, что первая, вторая, третья, вероятно, четвертая, и в этой четвертой только волна А. В этом случае мы просто открываем четырехчасовой график. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая в этой самой А. В волне пять получается, один, два, три, четыре, пятой еще не было. Я думаю, после обновления вот этого максимума сможем увидеть какую-то коррекцию вот всей этой волны, возможно, в зону предыдущей коррекционной волны четыре внутри этого импульса. Вот так вот. И покупки дальнейшие здесь возможны, вплоть до 61,8, наверное. Посмотрим. Пока я загадывать не буду, но во всяком случае я бы присмотрелся к нефти с точки зрения покупок только после коррекции этого импульса вверх. Приблизительно где-то вот здесь, либо где-то вот здесь. Что мы еще обычно смотрим? Фьючерс на доллар, индекс РТС. Ну вот индекс РТС у меня уже сразу открыт. Берем дневной график. Очень вероятно, что опять же, эта тройка вниз была волна А, волна Б. Внутри волны Б получается А, Б, развитие С, первая, вторая. Возможно, мы просто здесь будем пробивать эти максимумы и пойдем выше. Вот так. Что касается фьючерса на доллар. Фьючерса на доллар. Здесь, скорее всего, мы корректируем вот этот восходящий импульс. Примерно вот в эту зону предыдущей коррекции. Это волна А, волна Б. Один, два, три. То есть вот здесь, я думаю, что может произойти вот то, что было вот в этой области. Только здесь было вверх, а тут может быть вниз. По причине того, что рынок здесь разгоняется, и, скорее всего, мы просто находимся в третьей волне. И пока эта часть так выглядит, пока этой самой третьей волны еще нет. То есть пока она не развилась. Я думаю, что она может развиться и завершить вот эту волну С. а потом уже можно будет говорить про какой-то рост. Примерно где-то до 68, наверное, рублей за 1 доллар мы можем снизиться. Посмотрим. Это покажет время. Ну вот, пожалуй, на этом у меня все. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Да, и если интересны результаты моей торговли, я их публикую на своем YouTube-канале FX Coach. Ссылка, кстати, в описании. И провожу также стримы, где мы торгуем в реальном времени. Поэтому подписывайтесь также на мой канал. На этом все. С вами был Александр Котин. Увидимся через две недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok